привет с вами доктор влад петь я сегодня не буду нет настроения просто вам кое-что расскажу ну вы знаете я с той квартиры переехал сюда чтобы быть подальше от людей у меня там не сложилось с соседями там на меня и полицию вызывали якобы за то что рыжий там на кого-то неправильно посмотрел косо вот потом на меня жалоба накатали что я курю на балконе ну подальше от людей ну ладно здесь вроде так особо людей не видать вышли мы сейчас собаками гулять я сел у меня там возле забора стоит кресло сел думаю покурю что ли сел а надо мной бабочка летит можете представить черная бабочка думаю вот интересно что это такое встал осмотрелся это не бабочка это пепел я по-моему уже рассказывал у меня тут соседи пироманы все время костры жгут причем огромные костры там метров пять высотой ну одно время я думал ну ладно листья жгут вообще здесь этим не занимаются люди ну редко во всяком случае но причем листья жечь можно только специальные такая железное блюдо покрытая решеткой и туда складываешь там листья какие-то ветки ну обычно никто этим не занимается просто специальные есть пакеты или даже у некоторых есть специальные мусорные баки для листьев для веток ставят рядом с мусоркой но в крайнем случае можно просто в мешок и в мусорку а эти жгут ну думаю ладно листья кончат падать кончили листья падать они опять жгут вонище идет вот от этого дыма я не знаю что они там жгут ну и что с ними сделать они у себя на территории не нравится уезжай правильно ну в общем как то так ребята я говорю пироман мне попался вот через двор как раз здесь это про америку ребята ну вот что в америке ничего с ним не сделаешь ну бесполезно что я к нему пойду ругаться да не пойду никогда ну и даже если что-то там не знаю полиция суд и чё он у себя чё хочет то и делает ну короче так да да ладно это присказка как бы а я вам сейчас покажу ролик ну вы знаете что такое черная пятница да сбрасывают ну в общем вещи которые никому не нужны вот люди покупают довольны подешевле а сейчас я вам покажу лос-анджелес черная в кавычках вот таких вот пятница в лос-анджелесе магазин nike посмотрите посмотрели ну вот так вот просто берут и убегают а чё с ними сделать ну попробуй его как-нибудь останови ну во первых тебя побьют а полиция это нужно стой кто идет ну ну как там права ему огласить не дай бог ты его схватишь на на пол положишь там 50 свидетелей найдутся обвинят тебя в расизме но вы обратили внимание что это за ребята были с мешками я надеюсь за меня за этот ролик не погубят на ютюбе ну ребята что самое интересное это не это не только ну как я уже сказал черная пятница да это в другой день естественно было просто ну как бы совпало на ютюбе на на твиттере этот ролик назвали черная пятница в лос-анджелесе магазин nike это к настоящей черной пятнице никакого отношения не имеет я просто вспомнил связи с этим татьяна одно время работала в магазине массис но это серьезный магазин там хорошие цены там нормальные люди туда приходят вот она рассказывал про это давно было вот и приходит перед выпускным девчонки приходят там чуть ли не класс целыми классами бегают там все что-то ищут меряют 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 мерят а потом вот ну вот пришли девчонки мерили мерили вроде бы ничего не взяли но их камера нельзя ставить в раздевалке естественно но проверять их как проверишь если она на тебя на себя восемь платьев натянула и сверху надела но просто посмотрели что пропадают пропадает одежда мало того в раздевалках на полу валяется куча вот это вот этой вот одежды но довольно-таки дорогой и она ну как сказать ну описанное что вот тоже после вот этих девчонок ну вот ребята это это про америку я не говорю что америка такая сякая плохая я просто рассказываю ну все пока с вами доктор влаг